О культурном, о культурном давайте. А тут вы о бескультуре-то говорили. Ну здесь общественном. Полный абзац. А тут о частном. В гостях у нас представитель библиотеки Белинского Анастасия Русина. Утро доброе. Доброе утро. Как вы относитесь к благотворительности? Конечно, замечательно отношусь, но благотворительность это же не только непосредственная передача денег, например. Ни в коем случае нет. Да, это и волонтерство, это и силы, и трудовые ресурсы. Конечно, мне кажется, каждому какую-то часть своего времени надо этому уделять. Ну вот волонтерство, это, пожалуй, единственный вид благотворительности, который я приемлю. Ну сейчас о другом, о литературе. Ну вот как раз у нас сегодня книги, которые и посвящены благотворительности в той или иной форме. И первое, о чем я хотела рассказать, это книга Адама Брауна «Карандаш надежды». Она вышла в 2014 году в Нью-Йорке. Сразу стала бестселлером. И буквально недавно ее перевели на русский язык в издательстве Манн Вануфи Фербер. Это книга-история человека, который, совсем молодого человека, немногим больше 20 лет, который открыл более 200 школ в развивающихся странах. Он из США, хорошая семья, прекрасное образование получил. Его ждала блестящая работа, замечательные перспективы. Но в какой-то момент Адам понял, что его жизнь не настолько наполнена смыслом, насколько ему бы хотелось. Еще во время учебы однажды автор этой книги отправился в кругосветное путешествие по студенческой программе по обмену. И, соответственно, проехал по разным странам. Его товарищи запоминали страны по-разному. Кто-то скупал сувениры, кто-то фотографировал свои плюшевые игрушки на фоне всех достопримечательностей. А Адам решил задавать маленьким детям вопрос, о чем они мечтают. И так проассоциировать каждую страну. Он ждал, что, как в его детстве, дети будут отвечать, что хотят, не знаю, может быть, машины, компьютеры, какие-то навороченные смартфоны. Но дети в бедных, развивающихся странах говорили совершенно другие вещи. Например, одна девочка говорила, что хочет танцевать. Мальчик мечтал о том, чтобы его мама вылечилась от тяжелой болезни. Но больше всего автора книги поразило то, что один индийский сирота-попрошайка сказал ему, что он хочет карандаш. Тот даже сначала не понял, какой карандаш. Оказалось, что самый простой карандаш, потому что мальчик видел, как другие рисуют и пишут, а у него самого никогда в жизни не было возможности даже подержать карандаш в руках. И вот этот момент стал переворотным. Адам вернулся из путешествия, но уже не смог избавиться от мечты своей, от идеи, помогать таким детям, у которых нет возможности получать образование. Сначала присоединился к существующему фонду, который строил школы в Камбодже. А затем, спустя какое-то время, попробовал открыть свой подобный фонд. Это было начало нулевых, соцсети еще были не так развиты, но Адам сам находил способы собирать деньги через соцсети, краудфандинг. Первую школу он открыл всего за 15 тысяч долларов. То есть эта книга – это что, это описание его пути, либо это размышление? Это описание пути. Это вот прямо… Ну, сам автор говорит, что это мотивирующая книга. Так и есть, он поэтапно рассказывает все ошибки, все какие-то недочеты, все удачи, все, что он делает для того, чтобы открыть вот эти свои 200 школ. Ну, давайте-то сюжет сильно рассказывать не будем. Я думаю, примерно слушатели поняли, и кого это зацепило. А это действительно цепляет, вот эта вот история, которую вы рассказали. Думаю, все смогут прочитать. Да, и вот вторая книга русская. Светлана Сорокина, известный тележурналист, выпустила книгу «Мне не все равно». В ней собрано 15 историй о том, как люди приходят к благотворительности. Ее задачей была проанализировать именно причины. Вот то, о чем мы сегодня говорили, почему люди идут, помогают другим. Это 15 реальных историй о наших современниках, соотечественниках, о тех причинах, которые они выбрали. Все рассказы прокомментировал известный психолог Елена Султанова. Она дает разбор вот этой истории и поясняет, почему вот этот конкретный человек так поступил. И, кроме того, еще очень много собрано для этой книги комментариев. Но все-таки раз журналист писал известных людей, там Чулпана Хаматова, малоизвестных, врачи, журналисты, которые тоже занимаются благотворительностью. И все они подтверждают истину о том, что мир держится на неравнодушных. Вот меня очень зацепил один из комментариев психолога, где она говорит, что перед каждым из нас всегда стоит выбор между безопасностью и развитием. Безопасность — это зона комфорта, это оставаться в тех условиях, которые у нас есть, даже если они не устраивают. Там нелюбимая работа, какие-то проблемы в семье нерешаемые. Но есть развитие, когда мы стараемся менять свою жизнь к лучшему, действовать, находить новые друзей, осваивать новые виды деятельности. И вот психолог говорит, что помощь другим — это всегда выбор в пользу развития. Поэтому это важно не только для тех людей, кому мы помогаем, но и для нас самих. Вот, граждане. Первая книга «Адам Браун, карандаш надежды», и вторая — Светлана Сорокина, мне не все равно. Думаю, вы найдете время в своем плотном графике немножечко взять их и прочитать. Анастасия Русина, спасибо. Продолжение следует...